Дело в том, что у меня свои критерии красоты. Мне нравятся такие женщины, они красивы. Они красивы еще и потому, что они архетипичны. То есть вот этот вот идеал пышнотелой крупной женщины, которая щедро одарена природой, это же прообраз анима мунди, прообраз мировой души, которая изображалась еще в средние века, до того как инквизиция стала совершать на таких женщин в том числе гонения и всячески уничтожать их. У каждого из нас в душе этот архетипический образ анима мунди присутствует и он и на моих картинах выражен. Это не обязательно какие-то стопроцентные красавицы, но в том понимании, в котором сейчас вот чтобы там были губы и глаза там. Это общая энергетика, которая конечно же связана с крупными формами. Если формы сделать вот такие вот как пальчик, то будет совершенно иной образ и совершенно иные он будет энергии транслировать зрителю. И от этих энергий едва ли зритель почувствует то, что я хочу такой работой до него донести. А то, что он должен почувствовать, это из разряда вещей неосязаемых, вещей метафизических. Этого очень сложно добиться в натюрморте. Практически невозможно. Этого практически невозможно добиться в пейзаже. Очень редко этого можно достичь в портрете. И то портрет должен быть с определенными элементами. Я не буду сейчас называть фамилии художников, которые в этом деле преуспели, но их единицы. Вот такая вот живопись, вот такая вот графика, которую делаю я, это ее корни находятся в сакральном искусстве древности. В том, которое сейчас абсолютно не популярно. Это совершенно не коммерческий продукт какой-то. Это то, что может зацепить каких-то очень специальных, очень особенных людей. В Чернигове мне пока таких людей отыскать не удалось.